Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука, 18 апреля. Вот сегодня пришлось пораньше идти в теплице, открывать форточки, потому что этот прогноз погоды сводит меня с ума. Сейчас 8 утра, уже в теплицах жарко, сегодня днем передали 17 градусов будет, а на последующие дни, в среду 27 градусов. У нас никогда такого не было. Вот это придомовая теплица, и тут много желающих томатов тоже скорее пойти куда-нибудь на волю, на свежий воздух. И я вот все дни и ночи думаю, то ли стоит высаживать вообще холодную теплицу, у которой даже нет возможности подогреться, или их еще здесь потомить. Некоторые это прям вот кашей стоят, вот как я говорю, такая квашня, которые очень хотят, чтобы их высадили. Вон там на второй еще полочке. И вот хожу и думаю, и хочется, и колется. В этом году нам погода преподнесла такой сюрприз, что у нас сейчас жарче, чем в средней полосе России, жарче, чем даже в некоторых южных регионах. Вот пишут там Ростовская область, еще что-то. Но представьте, в апреле, в середине апреля, чтобы 27 градусов было в сибирском регионе. Если честно, я за всю свою жизнь такого ни разу не видела. И вот я думаю, стоит ли воспользоваться вот таким шансом. Может быть, у нас не будет никогда больше такой ранней, такой жаркой весны. Я уже подумываю о том, чтобы вот эти скороспелки, которые остались у меня от высадки, ну для раннего урожая, может быть, их по бордюрчику высадить. Вы представьте, все следующие дни погода, ой, ночная температура плюс 9, плюс 8, плюс 10. А при такой температуре у меня и в теплице-то обычно они держатся, стоят. Сейчас, конечно, теплицы все закрыты, сейчас мы зайдем. И вот я каждое утро, выходя, глядя на это голубое небо, на это солнышко такое яркое-яркое-яркое-яркое, думаю, ну рискнуть, что ли, высадить вот на эти хотя бы малышей, чтобы немножко разгрузить придомовую теплицу, чтобы можно было их пошире расставить, потому что до открытого грунта еще долго стоять. Да, соблазняет меня нынче погодка. Вот я стою в 8 утра, пошла открывать теплицы, потому что там уже очень жарко. Солнце прям. 17 градусов, хожу раздетая в футболки. Ну ясно, что при такой температуре, вот на неделю нам дали синоптики, температура днем 17, 22, 23, 27, а ночью 9, 10 и даже там 12 промелькивает, я уже не буду никаких укрытий делать, потому что мне уже сложно укрывать. Вчера вот эту пленку начала снимать, и у одного томата, ну прихватила вместе с бутоном, с цветочной кистью, вот так вот оторвала, потому что они уже, видите, они перерастают, все эти укрытия, их уже укрывать очень сложно, уже даже самые большие дуги, они с них вылазят. Сейчас я все открою, покажу вам, как они выглядят, а потом в следующую теплицу пройдем. Вот я сейчас их открыла, и хочу сказать, даже вот эти, которые маленькие, низкорослые, время же идет, они подрастают, и когда я вот начинаю эту пленку, ну как, туда-сюда, и макушки приминаются, конечно, им очень неудобно. Сейчас я вот, будет когда ночная, плюс 7, плюс 8, я их уже вообще не буду закрывать, конечно, и не отапливать ничего не буду, они здесь будут в естественных условиях, но про эти, про пленочки, я хочу сказать, что я их не буду убирать, и коли я поставлю, все будем мы жить в обычном режиме, но пленки у меня останутся, потому что, ну как, как всегда форс-мажор, эта вот погода весенняя может обмануть, и сейчас теплом, так сказать, если расслабишься, соблазнившись теплом, уберешь все эти пленки, все эти дуги, а вдруг еще будет мороз, да не вдруг, а скорее всего, еще морозная ночь хоть одна-то будет, и тут, когда я буду прикрывать, даже если будут стоять вот эти колье, ну я накину с той стороны на колье пленку, а с этой стороны еще что-нибудь положу, потому что вообще без укрытия их оставлять в апреле я не могу, все-таки столько трудов, уже они и цветут, видели, что я их опять поколотила, это я теперь у нас ежедневная утренняя процедура, может быть, благодаря вот этой трясучке лишняя помидорка завяжется, опылиться цветочек, помогаю им, я уже вчера говорила, помогаю опыляться, потому что это хорошо, у меня сейчас солнечная погода, и я открываю форточки, и то, если погода безветренная, они же стоят вообще без движения, а чаще всего, вот были предыдущие дни, когда было холодновато, вообще все закрыто, тут у них застойно, поэтому трясти я их трясу, вот, пройдут сейчас праздники, Пасха пройдет, начну вставлять коле всем подряд, теперь уже ждать нечего, потому что тут вот с этой стороны, видите уже, какие здоровые поперли, тут уже иностранцы выросли, все, будем в обычном режиме, по обычной схеме буду вставлять коле, привязывать, но пленка у меня останется до, ну, короче, на очень-очень долго, даже если, может быть, мне пленка понадобится для улицы, может быть, я ее вытащу, возьму, но дуги останутся, чтобы в крайнем случае, когда будет холодно, проще купить, даже если не хватит пленок, купить эту не тканку какую-то, или что, накинуть ее сверху, дуги-то уже расставить будет сложновато, потому что здесь все заросше, вот так, сейчас пойдем в ту теплицу, которая холодная, но в этой теплице они еще не очень большие, поэтому они все, и без колышков, они все входят под укрытие, поэтому у них тут особенно вот так вот, напотело, видите, даже потоки, сейчас я открою, и тоже про эту теплицу сразу скажу, ясно, что здесь ничего я не обогреваю, и в последующие недели-две прогноз благоприятный, обогревать не буду, и даже прикрывать не буду, может быть, в какие-то ночи, но пленки, опять же, будут вот так вдоль стены, всегда у меня лежать, сейчас буду открывать, тоже процесс не очень быстрый, в одни руки неудобно, если бы два человека, можно было бы раз откинуть и все, а я постепенно, видели, палочкой туда заталкиваю, 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 идет процесс медленно, но ничего, все равно это нужно делать, ежедневно, кстати, хочу дать практический совет тому, кто, возможно, впервые вот с такими укрытиями сталкивается, и у кого нет помощников, но бывает, что супруг работает, я вот пользуюсь вот этой, ну как колышком, палкой, очень удобно, потому что туда уже руки не достают, я сначала, ну можно до середины, или рукой, или так же палкой, до середины вот так вот делаю эту, когда у тебя палка, то ты уже не наклоняешься и не тянешься туда, лишние, короче, телодвижения ты не делаешь, потом, когда, тут съемка будет не очень, потому что я быстро иду, потом, когда вот так вот я до половины сниму весь, я начинаю по дуге ее туда спускать, тоже палкой, вы понимаете, что рукой в одиночку мне туда не дотянуться бы, и что удобно палочкой, там, вот смотрите, сейчас вы увидите, видите, подминается помидорка, ее можно раз и освободить верхушечку, я за каждой помидоркой слежу, чтобы, не дай бог, ее не приплющить этой пленкой к стенке, и вот так до конца, и потом, когда пленка, это совсем, сейчас, подождите, когда еще и снимаешь, делаешь, это, конечно, неудобно, и вот так вот, видите, как хорошо, что палочка можно хоп-хоп отодвинуть, а руками бы мне неудобно было бы, и все, я сейчас до конца ее туда сделаю, очень удобно, особенно, если людям пожилым, вот сегодня уже пишут, у кого-то спина болит, у кого-то, что все это можно сделать без наклона, вот стоя в прямом положении, я палкой раз, раз, как указкой, может кому-то пригодится, ну все, я открыла все саженцы, сразу, обычно я сначала открываю их, через какое-то время, через несколько часов открываю форточку, здесь я сразу открыла форточку, полностью, потому что температура очень жаркая, тут в это я говорю в 8 утра, здесь уже жарко мне, я уже вся вспотела, спасибо всем, кто откликнулся, и помогли мне идентифицировать, вот этот мой цветочек, очень многие написали, правда некоторые написали, что это мышиный гиацинт, вот это мускари, нет, это не мускари, теперь я знаю, и официальное название, и народное, это сцила, или пролеска сибирская, и написали, что она клубнями размножается, целыми полянками делается, я вот хочу размножить, да, действительно, мне вот с землей попался именно клубенек, клубенек привезли, и он откуда-то взялся, не знаю, очень красивое растение, хочу сделать полянку, там зрители писали, что мускари цветет позже, но у нас и мускари уже расцвел, смотрите, распушился, какой вообще прелесть, все повылазило из земли, и так как очень быстро я получила ответ от своих зрителей, помощь, хочу обратиться к вам еще раз, вот я хожу все, сейчас приедет внук ко мне, конечно, сегодня, завтра мы будем с ним играть, только я говорю, буду сидеть в песочнице, два дня куличики лепить, на качелях качаться, вот у нас будет такая Пасха, но дальше-то на понедельник, посмотрев вот эти прогнозы, вот 27, 25, я вот хожу, я не знаю, что делать, помогите, пожалуйста, советом, стоит ли продолжать, как сказать, высаживать намного раньше наших положенных сроков, у меня же вот еще теплица, вон та, вон, которая там с дырочками, которая вообще не обогреваемая, не только не обогреваемая, но и продуваемая, из сломанного поликарбоната, ее уносило ветром, потом снова собирали, и вот мне так хочется, посмотрю прогноз, ну вот и ночью будет тепло, и днем будет тепло, и вот нам нынче, я говорю, такой подарок, жаркая весна, ранняя весна, стоит ли поддаваться соблазну и начинать уже те работы, которые обычно мы делаем в мае, то есть вот высадить в холодную теплицу, например, или высадить что-то более, как, больше плана, больше запланированного, может быть, в открытый грунт, не знаю, и хочется, и колется, и отзовитесь кто-нибудь, лучше еще, еще лучше, если это будут жители моего региона, у которых так же жарко будет, и следующую неделю, и еще одну неделю, но посмотрела прогноз, до самого середины мая ни одного минуса ночью не показывают, но неужели это правда, возможно, такое, что у нас в сибирском регионе в кое-то века апрель и май будет без ночных заморозков, стоит ли этому верить, может быть, у кого-то на протяжении длительной его жизни был такой случай, что весна наступила рано, вот она наступила у нас прямо в начале апреля, и будет продолжаться, плавно перейдет в лето, короче, без форс-мажора, без обычных наших снегопадов в мае, и метелей, и заморозков, так хочется все пораньше, у меня же томятся тоже мои каторжанки, помидорки, хочется облегчить им ожидания, короче, так, жду от вас комментариев, посоветуйте, стоит ли менять свой график высадок в соответствии с изменением климата, мне кажется, что к нам южный как регион сместился, мы теперь южный регион, а тот, кто был южный регион, стал сибирский, но ведь все предпосылки есть, вот для того, чтобы работать, высаживать, птички поют, солнце светит, но я опять же, ведь, как я взрослый человек, я понимаю, что это очень опасно, стоит ли мне рискнуть, напишите, пожалуйста, кто из-за и кто и против.